Давайте обсудим некоторые нюансы работы с событиями инфоблок. Посмотреть список событий и описание по каждому событию можно в документации. Я бы хотел остановиться на двух моментах. Первое – это входной массив с параметры. Для большинства событий он доступен. Дело в том, что они вызываются в разных местах. Детальная страница редактирования элементов. Страница списка элементов в админке. Редактирование над сайтом Эрмитаж. При вызове API. В каждом месте в событии приходит фиксирован набор параметров. Но его полнота зависит от места вызова. Например, в списке элементов в админке будут приходить только выводимые параметры. Так как эти параметры уже получены. И чтобы в событии получить полный список параметров, пришлось бы сделать дополнительные запросы. Также пользовательские свойства, приходящие в событии, несколько могут отличаться структурой представления данных. В зависимости от места срабатывания событий, в некоторых случаях, причем значение пользовательского свойства, в массиве будет ID-свойство. В других случаях – символьный код. Поэтому при работе с событиями, вам нужно проверить работу события во всех возможных случаях вызова его. И при необходимости получить дополнительные данные API-запроса. Но помните, это дополнительная нагрузка. Поэтому в некоторых случаях имеет смысл пользоваться не событиями, а кастомизировать необходимый код. Например, если у вас идет обмен с какой-то внешней системой, то вам нужно кастомизировать модуль обмена по возможностям, а не использовать события, так как по ресурсам это будет более оптимально. Второй нюанс – это возможность зацикления событий. Допустим, вы работаете в событии OnBeforeIblockElementUpdate, которое срабатывает до изменения элемента. И в событии вам приходится обновить значение элемента инфоблок. А это значит, что вы еще раз запустите событие OnBeforeIblockElementUpdate. Чтобы такого не произошло, нужно воспользоваться нехитрым приемом. Нужно в первый раз установить флаг в глобальной области видимости. Через глобальную перемену, допустим. И дальше уже проверить, установлен ли флаг или нет. То есть, первый раз событие было запущено и надо исполнить ваш код. Или запущено второй и более раз, и ваш код исполнять не нужно. Давайте с помощью событий OnAfterIblockElementUpdate, который срабатывает после обновления, будем дополнительно обновлять элемент с помощью функции Update класса CIBlockElement, добавляя к названию текст пробел плюс один. Такую реализацию мы применим. На самом деле, может пригодиться в разных случаях. Мы устанавливаем глобальную перемену флага. Проверяем, что данный флаг не был установлен, что у нас iBlockID1, то есть это новости. Соответственно, до, это важно, до нашей функции мы устанавливаем флаг, потому что если мы попробуем установить после, то данное событие сработает еще раз до установки флага. И это будет неправильно. Смотрим, что у нас. Вот у нас есть новость. Нажимаем применить. Вот видите, у нас плюс один наградался. Если мы нажмем еще раз, у нас еще раз. А будет добавлено. По количеству раз, сколько мы обновили данный элемент. Посмотрим, что же у нас будет, если мы флаг не будем устанавливать. Мы закомментируем проверку флага. То есть флаг у нас больше не проверяется. Нажимаем применить. Ожидаем. Долго ожидаем. Как видим, у нас произошла ошибка. Теперь посмотрим, что же у нас осталось с элементом. А у элемента, ну, как видим, мы здесь, добавилось большое количество плюс один. То есть обновление происходило многократно. По сути, что у нас происходило? Вызывался обработчик события. Исполнялся данный ход. И при обновлении взывался еще раз этот же обработчик. И у нас многократно вызывалось обработчик одного события, которое не завершалось. В итоге интерпретарь PHP вынужден был прервать выполнение. Что неверно. Поэтому всегда применяйте. Используйте в данных случаях флаг, если есть риск срабатывания события. И также установка флага должна находиться в правильном месте. Потому что если мы флаг поставим после обновления сюда, то у нас ошибка будет аналогичная тому, что мы видели то же самое. Потому что ни один из обработчиков данного события не завершится. Соответственно, ни разу флаг не будет установлен. Продолжение следует...